Когда идет речь об эмоциях от вождения, то ни о какой практичности в большинстве случаев не может идти речь. Быстрые машины это всегда жестко, низко и не для семьи. Ну а вот Купро Форментер. И кажется, этот автомобиль в себя вмещает две стихи. Дикий драйв и практицизм. Давайте разбираться, что это за бренд такой Купро, что это за эмблема со стрекозой, и почему этот автомобиль так дешево стоит, несмотря на все свои динамические характеристики. Пристегивайтесь, поехали! Сразу просим прощения за то, что автомобиль грязный. Мы его мыли уже сегодня 16 раз, но с такой погодой смысла абсолютно никакого нет. Купро это под бренд испанского Seat, который появился в 2018 году, и под которым выпускаются и будут выпускаться только заряженные автомобили. И если вы думаете, что этому бренду всего пару лет, то на самом деле нет. Стартом я бы назвал 1970 год. Именно в этом году испанское сообщество легковых автомобилей для туризма СОЦИАДАТ ЭСПАНОЛА ДЕ АВТОМИ ВЕЛАС ДЕ ТУРИЗМА Сокращенно Seat. Сделали то, из-за чего все начали ассоциировать Seat со спортом. Открыли подразделение Seat Sport. Это то место, где создавались автомобили для профессиональных гонок и ралли. Кстати, эти автомобили привезли реально очень много побед своим командам. И в этот момент вы скажете, да при чем тут вообще Купро? Подождите, все будет. Во второй половине 90-х появляется раллийная Ибица Купро Кит Карп, на основе которой делают в 96-м году Ибица GTI Купро Спорт 16В, в которой было 2 атмосферных литра и 150 лошадиных сил. Ехала такая зажигалка за 8,3 до сотни и имела максималку 216 км в час. Непосредственно к разработке гражданской версии Seat для раллийных гонок приложили все усилия Seat Sport. А Купро же означает Cup Racing, кубковые гонки. Именно с этой Ибицы и начинался период Купро. Так назывались самые мощные модификации автомобилей Seat, куда вошли Леон и Ибица. И вот он, 2018 год. Seat заявляет о том, что выводит на рынок новый бренд, и он будет носить название Cupro. Именно в него войдут самые мощные, быстрые и яркие автомобили. И если у Seat наблюдаются реальные проблемы с конкуренцией внутри бренда, все лучшее в Volkswagen, ну а Seat уже потом, то с Cupro такая штука вообще не прокатит. Тут все... Тут все должно быть по шику и блеску. Самое мощное и технологичное. В 2020 году представляет Cupro Ateca, которая создана на базе одноименной модели Seat, но с форсированным 2.0 TSI с 300 лошадиными силами и 4.9 до сотни. А вот фарментер заявление о том, что Cupro будет делать не только заряженные версии автомобилей Seat, но и свое что-то уникальное. Например, как эти утки. Дайте стендап записать, ребята! Почти все модели Seat названы в честь городов Испании. Только Exceo была символично названа от латинского слова Exire – вырастать. Правда, она до сих пор что-то не выросла и ее убрали с производства, но модель была реально прикольной. А вот Cupro Ateca назван в честь скалистого мыса, вид которого достаточно точно передает душу автомобиля. А на мысе есть маяк. Ну что, пора ознакомиться с этим красавцем? Этот Cupro Farmenter окрашен в один из самых уникальных и дорогих цветов от Cupro – матовый Petrol Blue. Сказать, что автомобиль выглядит круто – это просто ничего не сказать. Вы только посмотрите на этот огромный капот, мускулы по всему корпусу, шикарный передний и задний бампер. Да здесь вообще речь не идет о каком-то аскетизме и сдержанности. В сраку, смотрите все на мой оскал, посмотрите все на мои крутые фары. Стойте, а вот эти 19-е колеса видели, рассмотрели. А теперь идем к задней части. Как вам эта оптика, диффузор и 4 трубы? Все это создает мощную картину и не обратить на такую тачку внимания просто нереально. А хотите еще прикол? Вчера хабачусь, короче, с вещами, подходит ко мне девушка и говорит, «Красавчик!» Я, конечно, не понял, это она про машину или про меня, но с моей Volkswagen Jetta такого никогда не было. Кто-то говорит, что Cupra Formentor – это Lamborghini Urus для бедных. Знаете, есть некое сходство, особенно в купеобразной форме кузова и задней части. В динамике автомобиль смотрится еще злее, а ночью и вовсе завораживает. Пускай тележка все та же, что и нового Leona, который мы снимали совсем недавно, а именно MQB EVO, но внешний вид действительно первобытный. Кроссоверный клиренс в 15 см совершенно не портит внешний вид автомобиля, но при всем при этом с легкостью даст проехать легкое бездорожье. Ну а к практичности мы вернемся дальше. Тачка не выглядит кроссовером, скорее вариация на тему Allroad у Audi. По размерам автомобиль является слегка увеличенным Leona, и за счет этого с парковкой вопросов не возникает. Да и систем парковки в нашей комплектации уже есть. Погода в Киеве на момент съемки обзора решила дать полюбоваться фарменторам еще и в гололед и дождь. И знаете, эта стихия автомобилю подходит как нельзя кстати. Ладно, с Нежкой мы разобрались. Я вам гарантирую, что вот эта тачка будет выделяться в потоке просто нереально. Каждый обратит на нее внимание, 100%. После Leona в салон фарментора садишься как вродненький. Все знакомо, мило и удобно. Из изменений здесь торпеда, выполненная под кожу со строчкой, более дорогие материалы в отделках деталей и дверных карт, а также шикарные кожаные ковши. Казалось бы, изменения более косметические, но насколько более дорогим кажется автомобиль сразу? Вот честно, покатавшись в Porsche и Jaguar, и потом пересев в Cupra Formentor, не замечаешь того, что ты уже не в премиуме. По всему салону разбросаны элементы бронзового фирменного света. Я не могу сказать, что это мой любимый цвет, но вот здесь, да еще и в паре с синей отделкой салона, выглядит здорово. 12-дюймовый дисплей, который установлен у нас, прямо очень мне понравился. Вроде бы сильных отличий от 10-дюймового, что стоял в Leon FR и нет, но пользоваться реально удобнее. Плюс хочу сказать, что сенсорная панель управления климатом и сенсорные кнопки света как-то уже и не напрягают так, как это было впервые все в том же Leon FR. Да, это не верх инженерной эргономической мысли, но привыкаешь быстро и пользоваться даже удобно. Отличия от самой мультимедийки тоже практически нет. Только больше настроек и режимов движения. Проводная Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка, все на месте. Цифровая приборка тоже, только с уже одним дополнительным экраном и спортивной функциональностью. Такой как джимметр, мониторинг крутящего и мощности в режиме реального времени и давление в турбине. Центральный тоннель с регулируемым подлокотником хорош, но вот я бы в купре его чуток поднял, чтобы было еще большее ощущение кокпита. Ведь над посадкой поработали, и мы почти лежим, как в BMW или Porsche. Премиального дерева или металла здесь вы не встретите. Все из пластика, но хорошего и мягкого, где нужно. Руль удобный, кожаный и с механическими кнопками. Крутить одно удовольствие. Я бы хотел здесь видеть максимальную версию руля с двумя колодцами, которая доступна в конфигураторе. Переключение режимов и кнопка пуска. Мне постоянно не хватало одной кнопки, чтобы переключать режимы, а не лезть в меню. Музыка у нас не базовая, а более дорогая от битс. И это как бы хороший высокий уровень. Но вот честно, просто нормальное звучание безо всяких изысков. С одной стороны, звук более ровный, в отличие от того же Leon FR, где он был чересчур мягким и попсовым, но с другой стороны, иногда мягкости и задора не хватает. В общем, нормальная аудиосистема, не более. Есть разные режимы воспроизведения, добавление объема и еще много чего. Несмотря на всю свою заряженность, Fermenter оказался очень семейным автомобилем. Во-первых, задний ряд достаточно внушительный. Мне самому за собой сидеть удобно. Кресло для дочки становится без вопросов. Вон моя Дотя. Сидит вообще комфорт ей полнейший. Самое главное, два фактора, которые есть в этой тачке, и она за счет них хорошо подходит в качестве семейного. Она звучит вот в режиме Купера. Это очень нравится малой. Она быстро засыпает. Ну и, конечно, панорамная крыша. Плюс посадка лежачая сзади тоже. И за счет этого она тоже быстро засыпает. Ну и подвесочка очень мягкая, поэтому... Спасибо, дружище. В общем, класс. Но помимо того, что Купера Форментер усыпляет, здесь еще нормальный багажник, куда влазит большая зимняя коляска и все причиндалы для нее. То есть, для большинства людей такой багажник будет как раз. Да, он чуть меньше, чем у того же Леон, и его нельзя сравнивать с багажником моей джеты. Но для такой взрывной пушки супер. Ладно, давайте прокатимся. Как я уже упоминал, положение здесь абсолютно лежачее. Практически такое же, как у Порше, ну или у BMW. И как ни крути, при всем желании ездить спокойно, у вас это не будет получаться. Существует несколько режимов, среди которых комфорт, спорт, Купра, индивидуальный и бездорожье. Комфортный делает из Купры вполне гражданский паркетник, достаточно мягкий за счет адаптивной подвески DCC и со всякими эко-режимами типа нейтралки на спусках и старт-стоп. Спорт убирает все экологичное непотребство и уже в салон доносится уверенный рыб из динамиков. И машина становится более агрессивной и бодрой. Подвеска поджимается, руль более острый, бездорожье держит вас молодцом во всяких говнах, дает правильно спускаться и подниматься и т.д. и т.п. Тут можно, кстати, полный привод под горочку, если остановиться, проверить. Вот смотри, она сейчас котится, на вон, зачок загорелся на бездорожье. То есть я не трогаю, она сама плавненько спускается. В индивидуальном вы сами себе выбираете, насколько мягкой или жесткой будет подвеска, насколько упругим будет руль, как двигатель будет реагировать на гашетку или кушетку и какой будет звук идти мотора к вам в салон. И тут самое внимательное могли заметить. Эй, а что за режим Купра? Хотели? Получайте. Чувак, поворот! Да, это квинтэссенция всего того, что Купра хочет дать водителю. Этот автомобиль настраивался не только инженерами и технарями, но и самыми настоящими гонщиками, ну и автолюбителями, которые точно знают, как такая тачка должна себя вести в кольце. Им удалось передать ощущение от гоночного болида. Просто моментальная реакция на педаль. И не важно, что это за педаль, тормоза или газа. Прекрасное ощущение габаритов и длинный капот. Четкие повороты без кренов при перестроении и эталонный зацеп даже в такую длинную погоду. Должен отметить, что руль здесь достаточно легкий, как для такой машины. Да, к нему быстро привыкаешь и в принципе в режиме Купра можно им пользоваться, он наливается тяжестью. Но я бы хотел здесь видеть более такой упоротый тяжелый вариант. Ну а теперь пора поговорить о том, что же у нас вот там под тем широченным и огромным капотом. В продаже имеется несколько вариаций ферментера. Дизельный 2.0 со 150 лошадками, 360 момента и бензиновый, где самые простенькие 1.5 TSI на 150 сил и 250 момента. У нас версия VZ, что означает велос, с испанского быстро. 2.0 TSI 310 лошадиных сил и 400 момента. Но самое топовое это VZ5. Там уже установлен 2.5 TSI 390 лошадиных сил и 480 момента. В Европе доступен ферментер плагин гибрид на основе 1.4 TSI. Но это уже другая история. Наш 2.0 TSI это тот же EA38 DJHA или CJXG, который устанавливается в Golf R MK 7.5. Коробка тоже топовая. DSG DQ 381 7-ступенчатая мокрая. К этому добавляем отличную адаптивную подвеску с MacPherson спереди и независимую сзади. Вентилируемые 340 на 30 тормоза спереди и 310 на 22 сзади. Да, вы все верно подумали. Автомобиль едет очень бодро. 4.9 до 100 по паспорту и гораздо быстрее 4.6-4.8 в реальных замерах. Мы с такой погодой замерять не собираемся, но то, что делали и проверяли скорость 250 км в час. И это только за счет электроники. Если не было бы ограничителя, то, думаю, нарисованные 300 на спидометре могут быть совсем рядом. Для тех, кому мало, судя по Golf R с таким же мотором, можно легко зашить первый стейдж, что добавит 40 лошадей и 60 момента. Если этого мало, то стейдж 2 и плюс 60 сил и 100 момента. Итого получаем 370 лошадиных сил и 500 ньютон метров. Да, это просто безумные цифры для 2.0 TSI. Офигенный зацеп на трассе достигается благодаря муфте Haldex 6-го поколения. Отрабатывает она все даже на такой мокрой дороге просто идеально. Мне понравилось, как она себя ведет и на бездорожье, и на асфальте. Особенно оценил работу всей стабилизации и муфты при наезжании в лужу. Даже не замечаешь этого. Добавляем сюда электронную блокировку дифференциала EDC и получаем чуть ли не самый приятно управляемый заряженный автомобиль в своем классе. Реально удивил акустический комфорт автомобиля. Это гораздо более высокий уровень, чем в том же Leon, хотя на той же тележке. Тишина. Сзади только кресло чуть-чуть. Ну, кресло детское. А вот обычный звук. Посторонних звуков автомобиля во время движения я не заметил. Возможно, это из-за того, что я всегда вожу кучу барахла с собой и детское кресло. А возможно, реально здесь все сделано круто. Куда не притронься, все как-то добротно и качественно. Только сегодня оператор Артемий, который сидит снимая этого, заметил, что есть вот такой нюанс. Во время ежедневной эксплуатации я это дело даже не слышал, но вот оно есть. Чем я реально очень быстро насытился, так это вот этим виртуальным звуком из колонок. Во-первых, V8 тут звучит не сильно уместно, но эффектно как ни крути. Во-вторых, через пару дней просто надоедает, особенно, когда едешь и слушаешь очередное интервью Арестовича. Но звук выхлопа сам по себе тоже очень хорош, со стрелами и приятным рыком. Он не брутальный и не сильно громкий. Такой себе европейский интеллигент культурист. Но если перегазовать, да еще и залить сотой, который явно рекомендуется для такой машины, то сплевывать будет ну очень пафосно. С расходом ситуация вполне логичная и даже предсказуемая. В эко-режиме по хорошим киевским пробкам на протяжении часа я получил около 12 литров. Это значит, что можно получить среднее 10-12 очень легко. Во время всратой топешки расход может быть абсолютно любой. Все зависит только от вашего настроения. У меня в среднем был 15. Говорю честно, на трассе при 110-120 км в час можно реально рассчитывать на 8-9 литров на 100 километров. И вот мы подходим к ценообразованию. Давайте будем честны, автомобиль очень эффектный как внутри, так и снаружи. Он прекрасно едет, практичный и комфортный. Ко всем этим достоинствам мы добавляем самое главное. Это самый дешевый автомобиль с такой динамикой. Нигде вы не найдете полноприводную тачку с полным приводом, чтобы ехала высокие 4 до сотни за 40 тысяч долларов. А именно с такой цены стартует Купра Форментер. А в такой комплектации как у нас, ну точнее со всем тем набором опций, 45. Простите, но это реально нонсенс. Тем более, что внутри это Volkswagen со всеми исходящими информацией о надежности и хорошем потенциалом для тюнинга. Но за то, что с таким внешним видом вы машину в этой цене не найдете, я вообще молчу. И вот самое главное в Купра Форментер. Эмоции. Они наваливаются на вас сразу, когда вы к ней подходите. Каждый день улыбка до ушей и непередаваемое наслаждение от вождения. Эмоционально автомобиль, ну очень мне напомнил Порше. Пускай класс совершенно разный, но вот это счастье в глазах одинаково. Я искренне надеюсь, что Купра не пойдет путем DeLorean и мы увидим роскошное процветание этого прекрасного бренда и огромное количество новых моделей. От меня лично невероятное уважение всем тем, кто был причастен к созданию вот этого шедевра и огромное желание прикупить точно такой же себе. Ну, когда Саня отдаст зарплату. Все, всем спасибо за просмотр, не забываем о подписках и пальцах вверх. Пока! Фуууу, вот это внедорожник, вот это внедорожник. Фуууу, вот это ывает compassion тупостон но м вел о до д до Субтитры подогнал «Симон»